Заседание областного правительства В целях недопущения нарушения электротеплоснабжения потребителей на территории области приняты меры по организации круглосуточного дежурства аварийных восстановительных бригад. Сегодня все бригады в стопроцентном объеме укомплектованы. Соответствующие ответственные руководители распоряжения по муниципальному образованию, по органам исполнительной власти также назначены. Руководитель министерства обратился к главам администрации районов с просьбой своевременно докладывать обо всех внештатных ситуациях на инженерных системах. В Теренге базируется автомобильная котельная на автомобильном ходу, которая за полтора часа сможет доехать в любой уголок области и обеспечить целое здание теплом в случае аварии. Работа транспорта в новогодние праздники – еще одна важная задача. Назначены дополнительные рейсы для доставки студентов и работающих в районные центры. Традиционно эта работа нами проводится, и мы видим практически двукратный рост пассажиропотока в предновогодние дни. В ночь с 31 на 1 и 7 декабря на Рождество в усиленном режиме будет ошляться подача транспорта с основных мест проведения мероприятий. С графиком работы предприятий торговли в праздничные дни ознакомил глава Минсельхоза Михаил Семен. По словам министра, в удаленных населенных пунктах будет организована выездная торговля. В магазинах алкоголь будет продаваться согласно действующему федеральному закону. А также 31, 1, 7 и 8 января в течение всего дня будет запрещена розничная продажа крепкого алкоголя крепостью превышающей 15%. А с 23, 0, 0, полный запрет на ее реализацию. Со 2 по 6 января 2017 года с 20 до 23 будет запрещена розничная продажа крепкого алкоголя, это крепость свыше 15%. А с 23 до 8 утра полный запрет на ее продажу. Последить за ситуацией на рынке алкогольной продукции порученный Сергею Люлькову. В новом составе кабинета министров, бывший руководитель Ульяновского наркоконтроля, займет пост заместителя председателя. Своего зама представил Александр Смекалин. Учреждения здравоохранения также в праздничные дни станут работать в усиленном режиме. Если говорить по работе скорой медицинской помощи неотложной, соответственно, они также работают в круглосуточном режиме и в поликлиниках, и, соответственно, в подразделениях скорой медицинской помощи. По поликлиническим подразделениям тоже график мы составили, мы его сегодня разместим на сайте, чтобы было понимание. Но в каждой поликлинике у нас в праздничные дни будет дежурный доктор, куда можно будет обращаться. К дорожным вопросам относится обеспечение перевозок школьников в каникул. К этой задаче проявляется самое пристальное внимание. Наш мониторинг показывает, что вообще выезжать будут 2660 детей, из них 11 выездов будут за пределы области. Отдельно наметили и проговорили, напомнили еще раз все меры безопасности на дорогах, взятые под контроль. У нас действительно есть план по отслеживанию, когда дети выезжают, когда возвращаются. Основной выезд, безусловно, это на родину Деда Мороза Великий Устьев, Москва. 24 декабря мы проводили нашу делегацию школьников на Кремлевскую елку с присутствием Сергея Ивановича Морозова. Готовятся к праздничным дням и спортивные объекты региона. Массовое катание у нас в этом году позволило погода и начались они уже середина ноября. Сегодня 421 спортивный объект залит. Соответственно, в субботу, в общем-то, последний спортивный объект был открыт торжественно, новый корт, на стадионе «Локомотив». На понедельник было намечено открытие новогодних елок в Барыше, Новый Малакле и Цельник. Глава правительства распорядился перенести их на вторник в связи с объявленным днем трауры. В настоящее время 99% муниципальных образований завершили праздничное оформление. Хочется отметить такие районы, как Корсунский, Кузоватовский, Пешкамский, Николаевский, Радивский районы, где 100% завершено оформление и весьма качественно и ответственно. Наиболее хочется отметить это Корсунский район, где оформление от АЗС до частного дома выполнено в хорошем, отличном качестве. Отрадно, что в Новый год область войдет без долгов по заработной плате. В начале декабря задолженность была у предприятия «ЖБИ-4». К настоящему времени, как проинформировал руководитель агентства по развитию человеческого потенциала трудовых ресурсов Денис Герасимов, она полностью погашена. Егор Титов, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.